А тем временем ярмарка торговала, пела, плясала и веселилась. Все три дня с утра и до позднего вечера на главной площади Орбита и прилегающих улицах кипела торговля, проводились конкурсы среди гостей и участников ярмарки, мастер-классы для желающих постичь какое-либо ремесло. Звучала музыка. В общей сложности программа ярмарки в эти дни параллельно разворачивалась сразу на 17 площадках. И выделить хоть одну, назвав безусловным лидером по вниманию и интересу гостей, практически невозможно. Ведь если, например, на участие в ярмарочной торговле заявились 333 организации и предприятий из 25 регионов страны, то город мастеров собрал и вовсе 985 участников. Правда, часть из них – творческие коллективы, представившие свои номера на конкурсе национальных культур и орбит исторические. Я третий раз здесь, мы третий раз здесь и поражаюсь масштабу. Масштабу, вот это такое замечательное ярмарки. Здесь столько народу, столько мастеров, столько приходит людей. И вообще праздник, настоящий праздник. Организаторы очень хорошо поцарались. Ненамного меньше участников собрал в этом году и чайный квартал, где под эгидой проекта объединились не только культуры, неотъемлемой частью которых являются чайные церемонии и традиции. Были здесь представлены и малые коренные народы Урала, например, манси, которых осталось всего чуть более 130 человек. У меня мама мансийскими песнями занимается, поет мансийские песни, также до сих пор охотится, ей уже 70 лет. Сейчас в горах сидит, на охоту ушла. И мы тут выступаем, потом ей все расскажем, как мы съездили. А еще башкиры, удмурты, татары, казахи и, конечно, славянские народности, представители которых уже несколько столетий уживаются на нашей земле. И в каждом шатре можно было узнать о том, как сейчас живут эти народы на Урале, как сохраняют и передают молодежи свои традиции. Это как дерево без корней. Если не будет корней, дерево засохнет. И, как многие психологи сейчас утверждают, что связь с родом очень важна. И на самом деле прямо прорабатывают все эти травмы, чтобы человек помнил о своих корнях. А национальности – это, конечно, тоже одно из важных, как сказать, основа рода. В Ирбите же много проживает казахов, и многие уже знакомы. А вот кто гости, с удовольствием к нам подходили. Многие знакомы с казахским чаем, потому что продукция уже известная. Поэтому и потом жарко сегодня было, и все с удовольствием пили чай. И все это в сопровождении не менее яркой культурной программы «Ярмарки», частью которой стали выступления как ирбитских, так и известных на всю страну исполнителей коллективов. Причем концерты в эти три дня шли также сразу на двух сценах, одна из которых расположилась у стен Сретенского храма. Именно здесь ирбитчане впервые смогли услышать фольклорные композиции в исполнении Мити Кузнецова, больше известного нам как автора проекта живой исторической вывески. Для меня это естественно, потому что в первую очередь я все-таки музыкант. Вот, а потом уже все остальное. Мне особенно интересно привезти было, конечно, приехать с семьей сюда, показать им, где мы уже два года что-то делаем, уже наши вывески висят уже. Город преобразился достаточно серьезно тогда, вот с тех пор, как я в первый раз его видел. Понравилась атмосфера, детям понравилась очень. Вот, мы оставили практически весь свой кошелек почти. То есть, видимо, ярмарка удалась. Накупили, да, всяческих подарков, везем домой, счастливые. Ну и, конечно, театральный фестиваль «Эрбия» в эти дни привлек внимание многих гостей ярмарки. Пять спектаклей от театральных коллективов Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, на парковой эстраде и в окружении зелени парковых аллей. Произвели на многих самое благоприятное впечатление. Так что сомневаться в дальнейшей судьбе фестиваля не приходится. Конечно, такой фестиваль должен жить, он должен развиваться. И он должен иметь разные локации. Не только в парке, да, как вот мы сейчас находимся в нашем парке замечательном. Но и он должен иметь локации по всему городу. У нас очень замечательные есть исторические здания, интересные места в городе. И поэтому спектакли на натуральных декорациях – это изюминка любого-любого праздника. Но ведь и это далеко не все, чем радовало ирбичан и гостей города ярмарка в эти дни. Шикарное фаер-шоу, ставшее церемонией зажения подсветки на подвесном мосту. Субботний концерт Сергея Бабунца. Ну и, безусловно, салют. Все это вместе и есть – ирбитская ярмарка, которая, кажется, только сейчас открывает второе дыхание и готова к своему дальнейшему развитию.